Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров. И сегодня я вам хочу показать некоторые фишки в защите Фелидора. Итак, что же это за фишки? Встречается такая защита после хода КНФ3. Черные вместо классического хода КНС6 исполняют Д6. Этот ход мы можем увидеть повседневно. Вы играете наверняка в Блиц очень много. И так или иначе такой ход встречается. Защита достаточно крепкая на позиционной основе, но все-таки есть определенные бреши. И по этим брешам я хочу сегодня ударить с вами. Попробуем после этого видео. Надеюсь, у вас сложатся пазлы и вы будете более уверены себя чувствовать здесь. Будете стратегически и тактически более подкованы. Итак, как известно, в случае, если черные не борются за центр, белые это делать обязаны, как и любая из сторон. И основной ход, безусловно, самый популярный в этой позиции – это ход Д4, который позволяет белым захватить пространство в центре. Но я хочу предложить более интересный ход. Слон С4. Он менее популярен, но не менее эффективен. Итак, в чем же основная стратегическая линия этого хода? Ну, безусловно, стратегическая линия – это чаще всего вот этот вот пункт на F7. Как мы можем увидеть и в защите двух коней, и в защите там трех, четырех, там пяти коней. Я так шучу. Случается, что этот пункт у черных достаточно проблемным является, особенно если они не знают, что делать. И, соответственно, здесь, перед черными, ну вот уже сейчас возникают некоторые вопросы, как им правильно развиваться и в какой редакции. Скажем, есть ход конь F6, который ведет уже неприятные позиции. Белый сразу же атакует пункт F7. Мы видим сразу конь со слоном набрасывается на эту пешку. А в случае D5 я съедаю пешку на D5, и уже конь бьет D5. Нехорошо из-за очень четкого хода ферзь F3. Обратите внимание, мы атакуем пешку F7, атакуем коня. А в случае хода ферзь G5, белый съедают на D5, и опять-таки атакованы две, прошу прощения, пешки. Пешка на B7. То есть в этом случае черные теряют как минимум пешку. То есть с перцем F6 не помогает, все равно белый играет слонбер B7 большим перевесом. Значит, в этом случае другие какие-то ходы типа H6 не имеют особого значения, потому что после хода конь F3 у черных нет времени на взятие пешки на D5, так как их пешка также висит. А в случае E4 конь E5, конь D5, они получают вот такой зверский удар на F7. Опять-таки классический удар. В случае король B7 ферзь выходит на H5 с нападением на коня и короля. Король вынужден уже играть на E6. И белый после хода D3 готовый как Df сыграть, так и сделать аркировку. Атакуя черного короля в центре, ваша атака здесь может завершиться очень быстро. Естественно, взятием ворот. Итак, соответственно здесь, ну а любые другие ходы, то есть это уже слон D6, вы спокойно сможете подкрепить своего коня пешкой D и захватить преимущество в самом начале. Достаточно уверенно. Итак, что можно сказать? То есть вот видите, конь F6 уже проблема. Играя слон E7, здесь уже черные обрекают себя на другую трудность. Потому что после хода D4 у черных, черные не могут удержать эту пешку на E5, что является основной стратегической тематикой защиты Филидора. И вынуждены брать ED. Ну почему? Потому что в случае хода конь D7, я не говорю о ходе F6, конечно, который противоречит всем стратегическим принципам, ход конь D7 проигрывает партию за DE. И теперь на DE последует сразу же решающее вторжение. Мы видим пункт F7, опять-таки о котором мы говорили с вами. И единственная защита конь A6 здесь не решает. Потому что после взятия возобновляется идея взятия на F7. Соответственно, ход DE невозможен. А в случае хода конь бьет E5, белые выигрывают другим образом. Сбиваются решающие атаки вот после следующего размера. Забирают и опять атакуют две пешки. Мы видим, что черным не хватает буквально чуть-чуть для того, чтобы завершить развитие. Но этого чуть-чуть слишком много. Ферзь бьет E5. Атаковываю на ладья. Ходим F6. И для того, чтобы еще черных потревожить, не дать им сделать аркировку, делается еще шикарный ход слон H6. Угроза слон G7 возобновляется. Возникает, прошу прощения. Но и в общем черным плохо. Белые владеют колоссальным преимуществом. Соответственно, после хода ED здесь вы уже владеете как центром, так и пространством. Это простая игра. То есть, белые могут и с двумя нулями играть планы, и с тремя нулями играют слон F4. В общем, здесь достаточно большой выбор. Здесь, в общем-то, я не буду большого внимания заострять. То есть, стратегически белые выигрывают партию. А другие стратегические линии, скажем, конь D7, когда черные пытаются выйти на свою идею, на свою расстановку. Идея, которая заключается в постановке пешки на C6. Пешка на C6, помимо того, что отнимает поле D5, появляется еще, да, и еще вторая идея этого хода, поддержка хода B. Вот здесь как раз-таки я хочу предложить вам такую тонкую нить, тонкую идею. С комбинационной основой трюк, можно сказать, ход конь G5. Опять-таки, вы атакуете на F7, готовы нанести грозящий удар, и черные вынуждены играть конь H6. Это практически единственная защита позиции. И теперь вы делаете ход А4. То есть, в чем же идея этого хода? На самом деле, идея этого хода двойная. Вы, помимо того, что, казалось бы, делаете позиционный ход, защищаетесь от хода B5. То есть, вроде как, стратегический ход, который делается в таких ситуациях достаточно часто, дабы избежать вот этого пространственного захвата на ферзевом фланге. И параллельно эта пешка является очень важным ресурсом для осуществления комбинации, которая рождается на ровном месте. Черные играют слон E7. Очень часто такой ход делается. Это решающая ошибка. Казалось бы, самый естественный ход. Но этот ход является решающей ошибкой из-за удара на F7. И вы посмотрите, что происходит. Слон F7. Черные обязаны брать слона, потому как в случае отхода, вы сразу же теряете ферзя. Конь бьет на F7. Конь попадает на E6. Атакован ферзь. Ферзь в этом случае имеет только два хода. Ферзь B6 и ферзь A5. И вот после ферзь B6 ваша пешка пригодилась. Вы начинаете атаковать ферзя. Мы видим, что ферзь ничего не может съесть. Не может отскочить на A6 и B5 из-за шага на C7. И вынужден, по сути дела, давать шаг на B4. Но после C3, опять-таки, у ферзя нет хороших полей. Единственное поле это поле C4. Здесь важен шаг. Потому как висел конь. И после короля D8, B3, ферзь ловится в центре доски. Что, безусловно, вам на руку. Вторая же возможность, если ферзь выскакивает на A5. Тоже не спасает черных. Потому что после слона D2, ферзь B6, A5. Ферзь бьет B2. Слон C3. Ловушка захлопнулась. Опять-таки, нет хода ферзь B5 из-за шага на C7. Таким образом, ходом A4 вы позволяете черным очень серьезно ошибиться. Ну, а если они не хотят ошибаться и не попадают в эту ловушку, то выбор у них небольшой. Потому как достаточно кривое положение коня на A6. Ну, черный, в принципе, наверное, самый доступный ход. Это ход ED. Но после ферзь B4, скажем, конь E5. Черный должен так или иначе развиваться. Вы можете оттянуть своего слона. Впоследствии сделать аркировку. И начать движение пешки. То есть, в таком случае, вы захватываете определенную игровую инициативу. Данная позиция встречалась на практике, но достаточно редко. То есть, здесь вы можете поанализировать. Наверняка найти какие-то идеи расстановок за белых, которые могут быть очень ядовитыми. Ну, вот в целом, пока сегодня все. Вот ходом Слон C4 вы можете ставить проблему вашему противнику достаточно быстро. Помимо стратегических, но и тактических ресурсов. Поэтому играйте и выигрывайте. Пока.